Всем привет! В недавнем ролике я вам уже показывал вот такой вот обалденный крутой походный набор посуды, вот такой вот стол, ну и стул, на котором я сижу. Но в какие походы можно ходить с таким набором, не имея на чем готовить? Костры это, конечно, классная штука, но когда вы просыпаетесь утром в палатке и был дождь, то вам костер не поможет, потому что вы запаритесь его полить. И в этом случае вам пригодятся горелки. Давайте рассмотрим эти две горелочки в сегодняшнем ролике. Горелочки от компании BRS. Первой горелкой на тесте будет вот такая, с маркировкой BRS73. Она имеет три комфорки, работающие синхронно. Это создает массивный поток пламени, позволяющий нагреть 1 литр воды за менее чем 4 минуты, хотя этот параметр я проверю потом. И газа она при этом потребляет немного. Это изделие также вы можете применять в качестве маниатюрного мангала. Для изготовления горелки были использованы такие материалы, как алюминий, медь и сталь, защищенная от државчины. Поджиг здесь внешний, а в качестве топлива используется жиженый газ. Предусмотрен также жесткий чехол в наборе для удобного хранения и переноса. Кстати, насчет топлива. Я использую обычный газовый баллон, в котором не резьба, как в горелке, а другой вход. И для того, чтобы подключить горелку к этому баллону, использую переходник. Вообще, есть баллоны для пикника с резьбой, она надежнее, но у меня просто был в наличии переходник и были баллоны под другую горелку, так что попросту решил использовать их. Мощность этой горелки от BRS составляет 4200 Вт. Расход газа 324 грамма за 1 час работы. Веси данная модель 480 грамм. Горелка может быстро и эффективно приготовить еду в условиях похода или вылазки. Очень прочная и долговечная, станет вашим надежным помощником в путешествиях и турпоходах. Генерирует стабильные ровные пламя, которые способствуют быстрому и качественному нагреванию. Легкий процесс готовки, даже если поблизости нет полноценной кухни. С такой горелкой у вас будет легкий процесс готовки, даже если поблизости нет полноценной кухни. Слова словами, но давайте посмотрим, за сколько эта горелка в реальности нагреет 1200 миллилитров воды, сколько времени ей для этого нужно. Заявляется, что на 1 литр воды ей нужно 4 минуты, чтобы вода закипела, а для литр 200 сколько нужно. Как видно, у меня литр 200 воды закипел за 8 минут. Хотя думаю, если бы накрыть крышкой котелок, то закипело бы быстрее конечно. В целом горелка достойная, качественно сделанная и для похода самое то. Жаль только, что пьезоподжига нет. А у этой горелки пьезоподжиг есть, да еще и два котелка в наборе. Модель BRS T15A представляет собой небольшой набор, рассчитанный на одного или двух человек. В комплект включены два котелка и газовая горелка BRS 15, оснащенные функцией вестрозащиты. Набор сделали таким образом, что он может вмещать в себя газовый баллон стандартного вида на 230 граммов. В качестве материалов для конструкции набора использовали сталь и медь. Сталь защищена от воздействия коррозии. Это прочный набор, который долго будет служить владельцу. Подходит для полевых условий, очень удобно для туризма и для путешествий. Есть пьезоподжиг. В качестве топлива здесь применяется все тот же жиженый газ. В комплекте также есть мягкий чехол для хранения и транспортировки. Объемы котелков составляют 750 мл и 1200 мл. В состав котелков входит сплав алюминия. Ширина одной емкости 13 см, а высота 11 см. Ширина второй также 13 см, а высота составляет 6-75 см. Высокопрочная заклепка котелка с фиксированной пластиной для усиления делает рукоятку более устойчивой, что удобно для работы. Мощность горелки 1400 Вт. Потребление топлива 106 грамм в 1 час. 1 литр воды закипает за 5 минут и 50 секунд, но это я сейчас проверю. Вес горелки 310 грамм. Закрытое горение улучшает тепловую эффективность на 35%. Дизайн внутренней сетки для камеры сгорания способствует преобразованию пламени целью равномерности нагрева. Конструкция верхних пазов горелки усиливает трение, улучшая сопротивление скольжению. Конструкция нескользящей подставки адаптирована для разных ландшафтов той местности, где вы отдыхаете. К тому же можно свободно регулировать кронштейн в соответствии с различным наклоном. Эти практичные котелки и горелка в комплекте облегчат процесс приготовления еды в полевых условиях. Отличная вещь для туристов, любителей активного отдыха среди дикой природы. Ну и давайте к тесту. В моем тесте горелка закипятила литр 200 воды за 8 минут 50 секунд, но опять же котелок не был закрыт крышкой и не было ветрозащиты. Как вы думаете, достойная мощность у этих горелок? Мне кажется, что да. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, с такими горелочками в походе точно никто не пропадет. Ну, кто, по крайней мере, умеет ими пользоваться. Навыки тут нужны самые минимальные, даже ребенок справится. Пишите в комментариях, как вам эти горелочки, которую вы выбрали бы себе. Ну, а я скажу свое такое мнение, что одна, что другая офигенные. Это берет дизайном и компактностью. Она реально поменьше, даже упаковка намного, чуть бы не в два раза поменьше. Но у нее нету пьезоподжига, этого не хватает. Эта же штучка идет в комплекте с двумя такими котелками, ну и с тряпочкой. И, конечно, она тоже очень мощная. Но в ней есть пьезоподжиг, но она побольше. Пишите в комментариях, а также смотрите прошлый мой ролик про данный стул, стол вернее, и стул, на котором я сижу. Также в том ролике была посуда походная, походная посуда. Там был большой комплект на 5 или 6 человек. Если вам интересно, переходите и смотрите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, был рад для вас стараться. Увидимся.